здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале сегодня среда мы отправимся на рынок вабана термо он проходит только в утренние часы как в общем то и все рынки в италии у нас еще не холодно у нас действительно даже не по осеннему тепло но продают уже в том числе и зимнюю одежду подобные куртки действительно выглядят как наверное многие мне напишут дешево с вами соглашусь но интересно то что они стоят дешево действительно подобные вещи которые выглядят очень по-стритстайлер ски с ними можно собрать так называемые образы пинтерест а при этом на рынке они будут стоить гораздо дешевле чем масс-маркет качество будет примерно такое же давно меня не радовали развалы которые я называю остатки сладки это как правило не распроданный товар из магазинов посмотрите всего за 20 евро можно купить действительно достойные варианты кроссовок часто у многих комментариях также возникает вопрос они подделка ли все то что я показываю действительно вероятность этого существует но конкретно это обувь совершенно точно не подделка определенные вещи чувствуется потому как ты ощущаешь их руками что называется ты чувствуешь это качество которое не является подделкой то бы мне очень понравилось вы знаете я люблю новую обувь у детей люблю новую незаношенную обувь у подростков возможно именно потому что им новые обуви хватает ровно на две недели посмотрите за 20 евро можно купить фирменные кроссовки я думаю что очень многие узнают разные марки которые я показываю мне например очень понравился вот этот ряпичный вариант повторюсь только 20 евро есть практически все размеры и соответственно можно выбрать удивительно что есть не только неплохие так называемые прогулочные варианты но и спортивные например кроссовки для бега у моих детей изнашиваются очень быстро они должны быть легкими они как правило тряпичные например вот эти кроссовки я не очень разбираюсь мне кажется для бега они бы подошли кстати эстетически они мне очень приглянулись многие кто купили у нас сумки узнают эту модель как я часто говорю эти модели заполнили не просто рынке италии но также и магазины но все кто приобрел что называется даже через камеру почувствует разницу эта сумка кстати не кожаная но модель действительно идентична той который у нас продавалась я часто рассказываю о том что некоторые материалы например тюль например пайетки и также вот такая ткань они выглядят примерно одинаково вне зависимости от того сколько они стоят у меня есть подобная вещь точнее вещи с подобной ткани это мой свитер gucci который я искренне люблю отличие будет скорее в составе это может быть стопроцентная шерсть либо стопроцентная синтетика но внешне вещи будут выглядеть примерно одинаково многие вещи выглядят дорого просто потому что они новые при этом опять же неважно сколько они стоили например этот кардиган посмотрите опять же его выделка такова что именно новый он будет выглядеть очень хорошо очень презентабельно а цена его более чем приятно и купить такую вещь можно даже на рынке кстати еще один материал выглядит также одинаково дорого и дешево я даже не знаю как здесь корректнее сказать это люрекс в целом любой трикотаж с добавлением люрексной нити начинает выглядеть очень по-итальянски в италии подобный трикотаж очень любят и ценят кстати подобные лон сливы из тюля с добавлением люрекс а в этом сезоне представлены у макс мары даже в масс-маркете сложно встретить очень модный в этом сезоне трикотаж версия кропа трикотаж действительно очень короткий очень широкий встретить подобный трикотаж версии подобная модель плюс натуральный состав но я считаю вообще невозможно поэтому приходится довольствоваться рынком и на рынке такие модели представлены широко можно выбрать как вязку так и цвет это лоток местного производителя я уже о нем вам рассказывала мы не смогли его завести на платформу просто потому что у них что называется очень маленький склад подобные казалось бы неказистые вещи на самом деле они просто не очень фотогеничные это то что я лично называю итальянским стилем итальянки удивительно при том что умеют выглядеть очень ярко и миксовать в том числе сложные яркие цвета и рисунки они в целом очень любят и подобные вещи повторюсь вещи смотрится очень просто но взгляните на этикетку это стопроцентная шерсть от себя могу добавить что я очень люблю подобные подобные блузы выполнены как будто бы из пальто материала моя мама подтвердит у меня подобных блуз настолько много что однажды я даже решилась заказать копии того что у меня имеется просто не нашла в продаже непосредственно в ателье подобные блузы повторюсь их отличительной чертой является то что они выполнены как будто бы из ткани предназначенной скорее для верхней одежды является то что они универсальны они на самом деле заменяют верхнюю одежду при этом повторюсь выглядят скорее как блузы и очень красиво смотрится если все таки это рука в три четверти соответственно мы можем позволить себе демонстрировать многослойность посмотрите как раз таки на рынке подобные блузы не случайно предлагаются с тем что может идти в комплекте это прежде всего варианты шелковая блуза под либо просто хлопковая рубашка под подобную блузу подобные джинсы брюки были только в размере эль они единственные которые остались повторюсь именно это производство работает по принципу закупки очень качественных тканей по небольшой цене потому что это остатки и соответственно количество вещей которые удается воспроизвести сделать выполнить она очень ограничено эти брюки я бы с удовольствием купила и носила но к сожалению моего размера не было сегодня развала остатки сладки меня порадовали вообще могу сказать чем холоднее сезон и погода тем эти развалы более богатые летом на мой взгляд там ловить совершенно нечего посмотрите неплохие составы превалируют хлопок так называемый зимний хлопок есть понятие в италии как зимний хлопок и посмотрите действительно современные модели они широкие они укороченные они слегка заужены к низу и подобный свитер повторюсь в очень неплохом составе а самое интересное в совершенно разных цветах можно купить непосредственно на рынке за небольшие деньги на некоторых свитерах сохранилась этикетка изначальная цена многих изделий 49 евро на рынке сегодня это можно было купить за 13 евро покупаешь две вещи это конечно же дешевле рынок работает по такому принципу чем больше берешь тем больше скидку тебе могут сделать две вещи обошлись бы в 25 евро при этом представлены не только свитеры но также и очень неплохие джинсы и я много раз обращала внимание раз уж сегодня зашла речь о том какие вещи за небольшие деньги очень часто выглядят точно так же как вещи купленные в два в три раза дороже так это также деним недорогой деним действительно может выглядеть очень достойно и самое главное в носке себя вести очень и очень прилично не растягиваются коленем и соответственно хороша фурнитура и сегодня на рынке помимо свитеров можно было купить упомянутой марки я с ней не знакома том тейлор не представлен в падуе магазины я не встречала этой марки даже не ориентируюсь в ценах но повторюсь 49 99 сохранившиеся этикетки на большинстве изделиях говорят о том какова ценовая категория соответственно были очень неплохие джинсы также от этой марки сегодня я встретила очень красивые кардиганы я люблю подобные кардиганы они укороченные они очень широкие даже в размере s есть ощущение что они очень сильно большимерят но мы с вами люди разбирающиеся в модных тенденциях знаем что это просто модель такова и чтобы она опадала нужным образом действительно должна быть достаточно короткой и очень и очень широкой и подобные свитеры были представлены в изобилии в красивых цветах действительно за небольшие деньги можно было получить вещь которая будет выглядеть очень и очень достойно и повторюсь мне понравился деним сегодня представлены черный чуть больше посмотрите у черного фурнитура совпадает по цвету по цвету у голубого денима были все-таки розовые заклепки и белого из белого металла цвета пуговицы я не очень люблю когда подобное случается даже на дорогом дениме и вот сегодня посмотрите действительно было из чего выбрать более того могу вам сказать что джинсы мне с трудом удалось заснять потому что их прямо таки разбирали действительно на глазах и я только сама помню что две пары а может быть и три джинсов которые я ношу с удовольствием я сама приобрела на таких развалах повторюсь за 13 иногда 8 евро кстати цена также варьируется от того насколько долго товар находится на подобных развалах уже на следующую неделю если вы ассортимент уменьшится но останется тем же мы с вами увидим понижение цен кстати сегодня я нашла очень классные худи для меня белые худи и черные худи с небольшой минималистичной надписью это то что я называю днем с огнем не сыщешь и сегодня я подобные худи встретила из своих находок считаю также вот такую накидку синтепоновый пуховик все-таки пуховик от слова пух но очень часто наполнитель это синтепон справедливости ради это нужно отмечать но эта вещь накидка кейп очень хорошо выполнена аккуратно стоит 49 евро кстати мне не понравилось что конкретно у этого продавца не обозначены цены то есть все нужно спрашивать все нужно уточнять пока была очередь у пуховиков к зеркалу я отошла на соседний лоток где увидела мужской ассортимент кстати мужской ассортимент широко представлен на рынке я его практически не показываю но могу сказать что мужские вещи хорошего качества по соответствующим ценам присутствуют также на рынке сегодня я бы приобрела вот такую водолазку это мужской ассортимент но были размеры маленькие были размеры большие черные вещи всегда очень нехорошо смотрятся на съемке они смотрятся неаккуратно как будто бы в разводах и повторюсь если есть хотя бы минимальное количество ворса на темных вещах ворс бликует и кажется что вещь какая-то грязная но эти вещи действительно в реальном времени и в реальной оценке были были достойными своей цены прежде всего и так возвращаясь к зеркалу из всех кейпов которые бы я наверное примерила это этот черный вариант я вообще очень люблю кейп и сложная вещь но если вдруг удастся выбрать свою длину удастся подобрать вещи уже существующие в гардеробе к кейпу то действительно можно получить очень классные образы плюс кейп это то что можно носить поверх верхней одежды например поверх кожаной куртки поверх тонкого пуховика такая многослойность всегда смотрится красиво и актуально в последнее время и могу сказать что кейп это просто очень удобно признаться кейп в примерке мне не очень понравился я в итоге выбрала такой необычный синий цвет черный мы с вами видели перевидели а такой синим мне показался очень интересным вариантом кейп меня немного разочаровал тем что все-таки он достаточно короткий кстати мне понравилось что спинка изделия более длинная я люблю когда есть такая симметрия многие заметили недавно что у меня есть свитер где как раз таки перед что называется короче чем спинка мне это нравится и подобные изделия сложно найти все-таки чаще всего этой асимметрии не существует и здесь как вы видите спинка более удлиненная в любом случае этот пуховик накидка мне понравился за 49 евро он будет выглядеть очень достойно выполнен очень аккуратно повторюсь мне бы хотелось чуть большей длины но за 49 евро что называется купленная вещь на рынке и на том спасибо она действительно будет выглядеть очень пост рейдстайлерский оригинально немного в духе максмара подобная прострочка ромбами максмара последнее время предлагает нам очень часто именно ромбовидную прострочку на тонких пуховиках также я встретила платье на этом лотке которые помните на другом стоили 99 евро а на этом лотке цена не обозначена платье красивого оливкового цвета мне очень понравилось прошлый раз я примеряла подобное черное признаться черное до сих пор мне кажется более выигрышным вариантом но подобный цвет если кому-то подходит очень может украшать внешность и вот такой необычный оливковый его действительно редко можно встретить в продаже были другие пуховики менее или более интересные сегодня я встретила также очень достойный деним как это часто бывает за 30 евро на рынке деним вообще также относится для меня лично категории вещей которые за небольшие деньги может выглядеть очень-очень достойно но на сегодня это все обзор сегодняшний подходит концу я думаю что он был интересен не только для меня но и для всех посмотревших мы же с вами очень скоро увидимся это была яна скворцова всем пока пока